И новости о воздушном транспорте в России начали продавать невозвратные авиабилеты. Соответствующий закон подписал президент. В Госдуме надеялись сделать цены на авиаперелеты дешевле, при условии, что сдать невозвратные билеты пассажир уже не сможет. По оценкам экспертов, их стоимость могла быть ниже на 10-15%. Однако, как удалось узнать нашему корреспонденту, по факту цены остались прежними. Виктория Лопатайте решила выяснить, какова реальная стоимость невозвратного билета. Дешевые билеты на самолет в России ждали давно. И вот, наконец-то, свершилось. Невозвратные билеты введены законодательно. Их главная суть в том-то и заключается, что их стоимость снижается за счет невозможности вернуть деньги в случае невылета. Но тут же последовало множество вопросов. Насколько они дешевле и можно ли все-таки вернуть деньги за такой билет? И чтобы разобраться в ситуации, мы в редакции решили провести эксперимент. И под видом обычного пассажира пытаемся забронировать невозвратный билет на самолет. По легенде, нам нужно приобрести один взрослый билет на прямой рейс из Красноярска в Москву в один конец в эконом-классе на 13 августа. Как любой пассажир, начинаем поиск с интернета на сайтах авиакомпаний. Информацию о стоимости невозвратных билетов не предоставляют. Поэтому здесь мы можем узнать только среднюю стоимость. В нашем случае в районе 8 тысяч рублей. При разработке закона изначально планировалось, что невозвратный билет будет стоить на 10% дешевле обычного. Попадись нам такой до Москвы, мы бы долетели примерно за 7 тысяч рублей. Ну а сейчас проверим, сколько такой билет стоит в реальности и звоним в авиакассу. А меня интересует прямой рейс Красноярск-Москва на 13 августа. 8,403 минимальная стоимость у трансаэра. Скажите, а невозвратный билет сколько стоит? Они стоят точно так же, только к ним изменились правила. Там есть билеты возвратные, но они будут очень дорогие. О начале продаж невозвратных билетов объявили компании Аэрофлот и Трансаэра. У первой в эту категорию попадают тарифы промо и бюджетный. У второй промо, туристический и дисконт. Продавать их Трансаэра начнет уже с 1 июля. И цена на них не станет ниже. Просто теперь, покупая такой билет, вы уже не сможете сдать его обратно. Есть общие правила и специальные правила. Хотите, покупайте общие билеты, хотите, покупайте специальные билеты. Другой вопрос, чтобы не было злоупотребления правом со стороны, так скажем, тех, кто формировал законодательную инициативу с одной стороны. И с другой стороны, с тех, кто применяет эту норму закона. Следить за соблюдением этой нормы должны антимонопольщики. Их изначальная позиция полностью противоречит сегодняшним условиям продаж невозвратных билетов. Там еще на этапе обсуждения закона предлагали сделать цены на эти билеты ниже самого дешевого тарифа. Позиция нашей службы состояла в том, чтобы закрепить законодательно то, что невозвратный билет должен быть дешевле самого дешевого, применяемого на конкретном рейсе. По факту принято без ограничений. Самые дешевые тарифы, которые применялись авиакомпаниями, просто были сделаны невозвратными. И такое решение не противоречит закону. В данном случае все сделано в соответствии с новой редакцией воздушного кодекса. Поэтому теперь юристы советуют внимательнее относиться к покупке билетов на самолет. В кассе вас обязательно должны предупредить, что приобретаемый билет является невозвратным. Не стоит забывать и про планирование. Лучше не бронировать билеты, если вы полностью не уверены в том, что полетите. Но даже невозвратный билет можно вернуть. В случае смерти родственника, собственной болезни, либо если вас не предупредили, что билет возврату не подлежит. Правда, это еще предстоит доказать. На первоначальном этапе, когда проходил этот закон, законопроект, когда он обсуждался активно, то вот этот вопрос обсуждался. И все, включая представители Роспотребнадзора России, сошлись на том, что действительно противоречия в данном случае права потребителей не будет. Наоборот, ему предоставляются дополнительные, скажем так, гарантии. Вот это право выбора, варианты. Конечно, при условии того, что будет обеспечиваться все-таки разница в ценах на эти билеты. Между тем, всего 8% россиян сдают свои билеты. Из них примерно 6, говорит Станислав Заблодский. Как раз из категории рисков из-за смерти родственников или болезни. Закон, направленный на снижение цен авиаперелетов, по факту таковым не стал. А уже с сентября в России могут появиться невозвратные билеты и на железнодорожный транспорт. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Виктория Лопатайте, Евгений Шестаков, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.